здравствуйте друзья сегодня мы поговорим о модификаторах в 3d studio max откройте файл урок 1 и в нем мы попрактикуемся с модификаторами что такое вообще модификатор модификатор в первую очередь это какое-то действие которое вы производите с вашим объектом например был такой объект стал такой здесь вы его согнули здесь был такой стал такой вы его исказили каким-то образом модификатор изменяет вашу геометрию в зависимости от нужной вам задачи не обязательно весь объект он может быть применен к части объекта сейчас вы все это увидите вот это список модификаторов не пугайтесь нам здесь даже десятой части наверное не понадобится применили модификатор вот это открывает нажимаем торгольчик открывает его элементы сейчас мы все это обсудим более подробно можно применять несколько модификаторов а чтобы удалить модификатор с объекта вот такая кардиночка начнем мы с модификатора ffd расшифровывается free foam deformation то есть свободная деформация формы этот модификатор можно смело назвать модификатором номер один что он делает давайте посмотрим выберем из списка модификаторов ffd 444 эти четверки означают количество контрольных точек по длине ширине и высоте смотрите перед ffd нажмете вот этот вот треугольничек и перейдете на контрольные точки далее мы эти контрольные точки можем выбирать тянем контрольную точку и за ней тянется соответствующая геометрия и это превращает наш объект в какое-то подобие пластилина давайте поэкспериментируем сразу четыре контрольных точки рамкой аккуратно выделили и потянули видите другие контрольные точки и вот мы очень быстро деформировали форму объекта можно не только перемещением деформировать но и масштабирование любыми командами трансформации и вот мы очень быстро работаем с геометрией я нажал alt x чтобы видеть наш объект полупрозрачным давайте применим его к чайнику создадим примитив чайник и применим ffd вот у меня он даже вынесен как быстрый модификатор нажимаем ffd control points возьмем верхние контрольные точки потянем вот он у нас уже не совсем чайник а больше кофейник перейдем на масштабирование по двум осям от масштабируем вот я думаю суть понятно и этим модификатором можно половину этих модификаторов заменить так что ffd наш модификатор номер один в этом списке кроме ffd четверки есть еще ffd двойка ffd тройка и ffd бокс отличаются они количеством контрольных точек применим ffd двоечку две контрольных точки по длине ширине и высоте перейдем на контрольные точки просто нажав единичку на клавиатуре вот мы на контрольных точках ну соответственно можем двигать контрольные точки масштабировать все то же самое что и с ffd четверки можете комбинировать может еще сверху ffd четверку применить ну выбирайте эти модификаторы в зависимости от вашей необходимости давайте еще посмотрим ffd бокс ffd бокс можно выбрать вот set number of points любое количество контрольных точек например по высоте у нас будет 10 контрольных точек только давайте в самом боксе в нашем добавим сегментов пусть их будет много чтобы мы увидели я думаю суть ясна какой-то габаритный контейнер с контрольными точками и за какую точку тянешь то часть геометрии соответствующие этой контрольные точки изменяется следующий модификатор который мы посмотрим это band band по-английски сгибать собственно это и происходит с нашим объектом применяем band и смотрите угол это угол на который происходит сгибание вот 90 градусов например и direction то направление в какую сторону будет происходить сгибание давайте на другом объекте попробуем возьмем чайник с помощью ffd уже знакомого вам вытянем форму модификаторы естественно можно комбинировать применим band и вот согнули чайник стал похож на некий чайник из алисы в стране чудес а можно ли было сделать такое же действие но с помощью модификатора ffd думаю что можно но это было бы менее удобно но возможно вот смотрите применим еще один модификатор ffd перейдем на контрольные точки и будем их например вращать перемещать и опять вращать это я к тому что модификаторы взаимозаменяемые и здесь нет никакого шаманства типа нажмите то и и обязательно это вот я хочу чтобы вы научились мыслить этими инструментами и понимать как они работают следующий модификатор stretch посмотрите что он делает он наш объект растягивает как резинку и амплифай усиливает это вот сжатие собственно это же можно было сделать с помощью ffd поэтому не сказал бы что этот модификатор супер полезен применим ffd перейдем на контрольные точки можно нажать единичку чтобы перейти на контрольные точки вот это же действие поэтому достаточно знать ffd а модификаторы подобные stretch просто можете знать что они есть следующий модификатор теперь сужает объект как трапецию теперь также можно искривить немножко по высоте каким модификатором можно заменить тейпер я думаю вы знаете ответ попробуйте сами твист скручивает объект этот модификатор довольно часто бывает необходим кручу дальше не хватает геометрии рвется геометрия можем в бокс добавить сегментов высоты режим реалистик чтобы нам не мешал отключим ставим стандарт следующий скил он как стопку листов объект смещает в сторону давайте попробуем и направление как и в бенде можно выбирать нужен ли вам этот модификатор я думаю что нет с помощью ffd двоечки его заменить несложно выделили верхние контрольные точки и можем спокойно двигать сферифай наш следующий модификатор как следует из названия сферифицирует объект и можно поставить некий процент сферификации от 0 до 100 процентов вы наверное подумаете что это не очень полезный модификатор на самом деле не совсем так давайте еще к чему-нибудь применим к чайнику чайник сперифицируется на какой-то процент понятное дело применительно к таким объектам никакого смысла я не вижу в этом модификаторе но забегая немного вперед я вам скажу что модификаторы можно применять не только целиком к объекту но и какой-то его части следующая тема наша это будет есть это был поле инструменты полигонального моделирования немножко забегу вперед чтобы вам показать про модификатор сферифай сейчас вот пока не делайте то что я делаю сделайте это в следующем нашем уроке про полигональную геометрию вот я в объекте сделал дырку все эти инструменты скоро вы узнаете которыми я пользуюсь и эта дырка она квадратной формы и к ней мы можем применить модификатор сферифай и она скруглится точно так же мы какому-то какой-то части объекта можем применить и ffd вот например пусть это будет такой стилизованный чайник это будет его носик добавим геометрии опять же повторюсь что я забегаю вперед все эти инструменты вы скоро узнаете и будете пользоваться применим ffd и вот получилось что-то вроде чайника носика чайника опять же все эти клавиши для ускорения я пока просто нажимаю их в интерфейсе но лучше повыносить на панель либо назначить на горячие клавиши об этом будет отдельный урок как ускорить работу в максе вот сферифицирует именно выделенную часть объекта этот инструмент в будущем нам очень понадобится следующий модификатор который мы посмотрим лейтис решетка выберем из списка смотрите здесь есть два раздела струц и джоинс струц это палочки джоинс это шарики давайте обнулим и то и другое правая кнопка по любой стрелочке чтобы обнулись параметр начнем с палочек вот это их радиус количество сегментов количество сторон и вот мы уже получили из объекта что-то вроде некой клетки либо можно сделать ферму я думаю вы найдете к чему это применить получили каркас чайника это мы посмотрели палочки давайте посмотрим узлы или шарики радиус палочек уменьшим вот радиус шариков количество сегментов можно добавить сглаживание смуз назначает группы сглаживание праздник про группы сглаживания у нас будет отдельный разговор ну суть модификатора лейтис я думаю вы поняли модификатор но из шум давайте поэкспериментируем с ним стрэнс это сила сила воздействия по осям x y и z давайте поставим небольшую силу воздействия и видите ничего не происходит потому что как бы размер этого искривления очень большой вот если мы его так посмотрим вот примерно вот так как я веду такие вот волны искажения сейчас это боль более наглядно покажу уменьшим скейл видите приводите волны видите но недостаточно геометрии чтобы их показать если бы у бокса было больше сегментов то все было бы очевиднее вот и так скейл эти он меняет размер волн искажения а стрэнс это сила воздействия можно этот модификатор применять там где необходимо какая-либо неоднородность например создать камень давайте попробуем создать что-то вроде камня пусть это будет бокс чуть позже я объясню почему мы делаем камень из бокса они из сферы применим модификатор сфере файл ну пусть это будет только бокс бокс квадратный можете конечно с перебором геометрии добавил но ничего страшного у такого объекта просто лучше топология я же забегаю вперед про топологию мы поговорим позже и применим модификатор но из мы даже сделаем несколько вот это будет но из который будет задавать форму мы можем поэкспериментировать тут еще есть такой параметр сид он как бы меняет вот эту случайность случайность искажения ну допустим и удовлетворенной формой и применим еще один но из он уже будет задавать такие мелкие шероховатости давайте добавим это минимальное значение силы вот скейл наверно все таки побольше силу надо ну вот что то вроде такого я думаю суть вы уловили еще один параметр это фрактал фрактальность то есть фрактал эта функция в основе которой заложено самоподобие эти попробуем еще но из применить на плоскости я же создадим плоскость достаточно большим разбиением чтобы вам было все понятно что если бы разбиение было маленькое например у этого так называемого камня то вы бы просто не увидели что делает но из не было бы геометрии которые его задает ну здесь достаточно только по z вот мы меняем размер волн искажения и включим фрактальность если он как бы внутри этих волн как бы еще волны добавляет грубо говоря вы посмотрите видео про процедурные карты и поймете суть фрактальности поэкспериментируйте и вашим заданием будет есть уже все испортил но у вас будет свеженький файл и вы каждый модификатор попробуйте сейчас мы еще раз прогоним весь процесс и открыл чистый файл и прогоню все модификаторы от начала до конца и так бэнд сгибать собственно сгибает наш объект на какой-то угол от ваше задание будет повторить почти один в один насколько это получится как на образце лейтис решетка ребра объекта вот ребро а вот . ребра превращает в палочки точки шарики отрегулируем радиус палочек и количество сторон приблизительно и радиус шариков тоже количество сегментов следующий ffd free foam deformation свободная деформация формы наш модификатор номер один и так ffd как выносить модификаторы или примитивы в менюшку сбоку посмотрите отдельное видео она есть у меня на канале аккуратненько чтобы не задеть те точки которые не не надо тянем контрольные точки ffd суть я думаю вы поняли какую точку тянете соответствующая ей часть геометрии перемещается то есть это управляющий каркас вашей формы приблизительно так но из шум создает неоднородность отрегулируем вначале силу воздействия а потом размер волн искажения что такое приблизительно stretch растягивает его сделаете с помощью stretch и с помощью ffd теперь назовем условно трапеция сужает верхнюю часть можно искривить по высоте twist скручивает скью смещает как стопку листов одно значение сила смещения другое направление и последний сферифайл сферификация самый полезный модификатор из этих конечно ffd давайте его отметим зеленым цветом также нам понадобится band иногда нужен twist и сферифайл запомните эти модификаторы это реально необходимые вещи такие модификаторы типа stretch теперь скью просто попробуйте но нам они особо не нужны а эти модификаторы реально полезные их необходимо знать посмотрим еще модификатор shell для этого немножко забежим вперед и конвертируем какой-либо объект есть это был поле это наша следующая тема я смотрите удалю несколько полигонов объекта это чтобы вам было наглядно как я уже говорил ранее объекты внутри пустые полигональные видите внутри пустота и у полигона из как бы лицевая сторона и задняя сторона а модификатор shell в переводе с английского это означает оболочка или ракушка он даст толщину аута и маунт это внешняя толщина увеличивается в сторону нормалей а и на и маунт внутренняя толщина как как бы от нормалей если мы создадим плоскость и применим к ней shell мы получим коробочку аута и маунт эта толщина по нормали опять же наш объект внутри получился пустым если конвертируем в поле удалим верхний полигон и еще раз применим шерл внешняя и внутренняя толщина получим такую коробочку пустую внутри и так друзья мы с вами посмотрели базовые модификаторы это не все модификаторы много модификаторов новых мы узнаем в процессе обучения также существуют модификаторы которые ориентированы на сплайны то есть применяются не полигональной геометрии только к сплайнам о них мы поговорим в следующем нашем видео когда будем разговаривать о сплайнах ваша задача такова открыть первый урок файл первого урока в максе и прогнать все модификаторы о которых я говорил все друзья спасибо за внимание подписывайтесь на канал если вам интересно и увидимся на следующем уроке